Пенсионерка Валерия Коновалова, проживающая на верхнем этаже дома номер 10 по улице Тряскина, хорошо помнит ту ночь, когда в ее квартире со стены потолка ручьем текла вода. Сильный ливень, обрушившийся на город в начале февраля, сделал свое мокрое дело. Защитная пленка на крыше, которую ремонтируют в доме по программе капремонта, не выдержала такого количества осадков, и вся вода потекла в квартиру пенсионерки. Мы с соседкой, мы с ней всю ночь, потому что текло по всему потолку, со всего потолка. Где сильнее текло, мы расставили тазы и ведра мои, и ее. А все остальное мы с ней всю ночь собирали, потому что нет, тоже там внучка, дочка, на голову это все потекло. Ну и по стенкам текло, вот здесь, там, прям очень сильно. Прошел дождь, выпала месячная норма осадков, и пароизоляции немножко не выдержали. Было затопление по двум комнатам, то есть в одной комнате сняли потолок, слили воду, провели дезинфекцию, повесили обратно электроприборы, натянули потолочек, все ровненько. Во второй комнате было затопление в одном месте, над уровнем окна. Ну так как, посмотрите, состояние вообще ремонта общего. Ну и решили, в общем, помочь человеку, сделать даже приятное, можно сказать, поклеить всю комнату. Отшпаклевать, отштукатурить. Подрядная организация все расходы по устранению последствий потопа в квартире полностью взяла на себя, чему Валерия Коновалова очень рада. Жилплощадь пенсионерки рабочие обещают привести в порядок быстро. Капитальный ремонт крыши, который начался в этом доме поздней осенью, подрядчик планирует завершить на три с половиной месяца раньше срока. В этом сегодня убедились и представители регионального фонда капремонта. К нам поступил звонок от собственника в фонд. Мы связались с подрядчиком, выехали на место, осмотрели повреждения, договорились с собственником о том, что подрядная организация возместит весь ущерб, то есть сделает ремонт. Сегодня мы посмотрели, работы ведутся. В этом доме проводится капитальный ремонт крыши и фасада. Работы были начаты в октябре 2017 года. По настоящее время работы практически завершены по крыше, готовность около 90%. Жилой дом номер 10 по улице Тряскина был построен сразу после войны. Этому зданию, как и соседним двухэтажкам, уже более 70 лет. Все эти дома являются памятниками архитектуры регионального значения.